Четверг, седьмой седмицы по Пасхе, 55-е, зачало Евангелия от Иоанна Богослова. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно, говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить у вас. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Иисус отвечал им, теперь веруете? «Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мной. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти строки были заключительными строками предшествующего зачала и являются первой строкой 55-го зачала. Снова обратимся к толкованию этих слов. «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Хотелось обратить внимание на выражение «в тот день». Прежде всего, уже отмечалось в предыдущем объяснении, в предыдущем толковании, что тот день – это день, когда Господь явится своим ученикам по воскресенью. Однако некоторые толкователи Священного Писания, например, епископ Кассиан Безобразов, говорят, что тот день не нужно понимать только как некий конкретный день в 24 часа, или не нужно понимать как некое количество дней, когда Господь являлся своим ученикам после воскресенья. «Тот день», по объяснению Владыки Кассиана, обозначает вообще некий период времени, который длится от момента сошествия Святого Духа на учеников Господних и до конца мира. Имеет ли возможность быть такое толкование и быть принятым? Если обратиться к другим текстам Священного Писания, то, например, мы увидим, что у апостола Петра в первом послании соборном есть такое выражение, что «Христос для нас, живущий в конце времен, был распят». У преподобного Максима Исповедника есть объяснение этих слов, где преподобный Максим говорит, что все периоды нашей священной истории поделены на своеобразное действие, которое Господь совершает именно в направлении спасения. И вот Ветхий Завет – это один период, выделенный для подготовки к пришествию Сына Божьего. Его земная жизнь, завершенная страданиями и воскресением и вознесением – это другой период. И когда апостол Петр говорит, что для нас, живущих в конце времен, это в конце времен, по объяснению преподобного Максима, не есть конец времен, в смысле вообще конец человеческой истории, которая, конечно, тоже когда-то настанет и грядет, чем мы веруем. И вот если взять эти слова из послания апостола Петра и толкование преподобного Максима, то слова Господа в тот день и объяснения, предложенные Косяном Безобразовым, вполне обретают значение, похожее на то толкование, которое говорит преподобный Максим. Тот день – это период, выделенный для спасения людей, уверовавших во Христа как победителя над грехом, проклятием, смертью и дьяволом. То есть все живущие от момента победы Христа над совершенным делом спасения и до самого конца человеческой истории – это тот день. И вот в тот день, который длится сейчас, мы являемся участниками и живущими вот в этот самый тот день. Вот несмотря на то, что вокруг происходит, все равно есть тот день, когда можно получить и увидеть спасение во Христе. К каждому, кто присоединяется к Церкви Христовой с верой во Христа как истинного спасителя. И каждому, не только ученикам, не только вот тем 12 или тем 70 Господь является в тот день, но и нам, живущим в тот день, Господь является, открывается. И принимая Его, мы принимаем и состояние радости. Это объяснение очень важно для осмысления происходящего после того, как события были описаны и евангелистами, и евдияниях апостольских. Что вот эти две тысячи лет? Как на них посмотреть? И можно привести массу негативных каких-то моментов в истории, даже во многом идущих в противовес христианской проповеди. Но мы веруем, что все эти две тысячи лет в Церкви Христовой каждый присоединившийся, желающий, каждый, кто уверовал во Христа как своего Спасителя, он получает возможность спасения и освящения. И так будет до скончания века. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Господь часто использует язык аналогии, но есть моменты, когда Господь прямо говорит своим ученикам, дабы никакого недопонимания не было у них, чтобы ясные, прозрачные смыслы, которые открывает им Господь, были сохранены учениками, слушателями Христовыми. Опять же, в тот день будете просить во имя Мое. Важный момент. Ведь не только апостолы просят что-то во имя Христа, мы просим что-то во имя Христа. То есть это еще раз говорит, что тот день длится и сейчас. И в этот день, в эти дни нашей жизни мы просим во имя Христа и получаем. Но что значит просить во имя Христа? Еще раз зачитаю. «В тот день будете просить во имя Мое. И не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога. Я ишел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир, иду к Отцу». Просить во имя Христа по толкованию многих и многих экзегетов обозначает не что иное, что мы обращаемся к Богу и ожидаем свершения наших молитв, потому что имеем в лице Иисуса Христа ходатая. Это очень важная часть христианской проповеди. Апостолы в своих посланиях об этом говорят прямо. Апостол Павел в послании к Крименам, в послании к евреям говорит о том, что Христос наш ходатый. Мы имеем ходатая в лице самого Иисуса Христа. И вот это ходатайство, оно возможно потому, что Христос совершил спасение. Мы теперь имеем власть обращаться с просьбой к Богу, потому что произошло спасение нас через жертву Иисуса Христа. И вот это ходатайство Христа и дает такое дерзновение всем принадлежащим к церкви обращаться к Богу с молитвами и ожидать, что они будут исполнены. Апостол Павел даже больше говорит в послании к Тимофею о том, что мы имеем Христа как посредника. Вот посредничество Христа, Бога-человека, который восстановил ужасающую антологическую пропасть, бывшую между творением, прежде всего человеком, и творцом в результате грехопадения, которое совершили прородители Адам и Евы. И ничто не могло восстановить эту пропасть. Ничто, но только сам Бог, ставший человеком. Бог и человек Иисус Христос соединяет, объединяет заново Творца и Творение. Делает возможным, чтобы Творение теперь заново обращалось к Богу не просто с жертвами, не просто умилостивлением, а с молитвами и просьбами. Такое великое дерзновение даровано верующим во Христа. Господь здесь снова говорит о том, что Он идет к Отцу. Еще раз напомню, что это «иду к Отцу» обозначает завершение действия спасения, ради которого Господь воплотился. Далее говорится о том, что ученики говорят ему, вот теперь ты не говоришь притчами, теперь видим, что ты все знаешь и не имеешь нужды, кто бы спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел. А Иисус ответил им, теперь веруете? И дальше. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Как понимать, вот этот восторг учеников, и вдруг Христос им говорит риторический вопрос, теперь веруете? И после этого вопроса прямо им говорит, что они его оставят. Епископ Михаил Лузин предлагает такую, как бы реконструкцию этих событий, что когда Господь говорил про тот день, ученики подумали, что этот день уже настал. Напомню, что ученики Христовые веровали и отчасти разделяли ожидания иудеев о Мессии как царе. Вспомним опять же рассказ, сохраненный для нас евангелистом, как мать Иоанна Иакова просит, чтобы, просит Христа, чтобы ее сыновья сели по правую и левую сторону его в грядущем царстве. И эта сама просьба, постановка вопроса показывает, что и она, и сыновья, ее ожидает Христа как царя. А Христос ему отвечает, может ли пить чашу, которую я пью, и крестить сокрещением, которым я крещусь. И общее мнение святых отцов, что он говорит им о страдании. Мать Иоанна и Иакова думают, что сыновья удостоятся восседать вокруг царя славы в грядущем царстве. Но ответ Господа показывает совершенно другое. Нет грядущего царства. Есть грядущие страдания. И по правую и по левую сторону Христа не будут троны, а будут два других креста. Преподобный Максим обращает внимание в одном из своих толкований именно на ответ Христа и на вопрос его о крещении и о чаше. Смогут ли они разделить те страдания, которые я разделяю? И они в своем ослеплении, в своей неправильной вере говорят, можем. Потому что они понимают, что не царство ожидает Христос и не восшествие на трон, а восшествие на крест. И когда вот Господь им сказал про тот день, и ученики говорят то, что в принципе является восторгом. Епископ Михаил говорит, что Господь после вот этих слов говорит им, что они оставят его, как бы возвращая их на землю, что называется. Говоря им и показывая им нет-нет, это не тот день, который вы думаете. Это будет по-другому. И грядут страдания, а не воцарения. И в этих страданиях вы меня оставите. Вот таково значение этих слов Христа, казалось бы, после восторга учеников. Чтобы они неправильно понимали выражение о том дне, и Господь указывает им иное направление. Направление опять, низводящее их к грядущему страданию Христа, а не к грядущей славе Христа. Еще раз. Вот наступит час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. И, наконец, заключительные слова этого зачава. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Эти слова на нашем языке могут внести определенную путаницу, но общеизвестно, что в языке оригинала слово мир по-разному пишется и имеет разное значение. Да и в, скажем, дореволюционной орфографии эти слова отличались с написанием мир через и и через и с точкой. Сейчас этого нет, поэтому, как бы, если не углубляться в понимание и разбор значения некоторых слов, то может показаться этот текст запутанным. На самом деле в этом стихе, это 33 стих 16 главы, содержится два разных слова. Мир и, соответственно, два разных понятия. Первое из них. Чтобы вы имели во мне мир. В данном случае мир это состояние положительное, благодатное состояние, которое должно быть у учеников Христовых и к которому они призваны. Вспомним, что Господь Иисус Христос является учеником своим, особенно после воскресения, и говорит «Мир вам». Или вспомним, когда Господь посылает своих учеников и дает им такое указание, когда придете в какое-нибудь селение, в дом какому-нибудь человеку. Говорите «Мир дому сему». Тоже мир тем, кто нас принимает. Это пожелание присутствия Божьего благословения. Вот мир вам это присутствие Божьего благословения на вас. И это Божье благословение, состояние благодатное, состояние, к которому мы должны стремиться, которое является с одной стороны даром, заданностью, а с другой стороны то, к чему мы должны быть готовы. должны раскрыть себя для этого мира. Господь прямо говорит своим опять же ученикам, если вы скажете «Мир» и будут недостойны этого мира, ваш мир возвратится к вам. То есть, то благословение, которое вы дадите недостойным людям, если они не готовы к принятию этого Божьего благословения, то благословение не состоится. И вот Господь снова говорит о мире, который должны иметь ученики между собой. И опять же, мир как благодатное состояние, как присутствие Божьего благословения. Благодать объединяет. И учеников может объединить и должна объединить благодать. А объединенность учеников показывает, свидетельствует о том, что в них действует благодать. Эти слова 33 стиха, первая часть 33 стиха, «Чтобы вы имели мир во мне», должны быть поняты и устолкованы в контексте чуть-чуть выше, 32 стиха, где сказано, что вы рассеетесь каждый в свою сторону. Вот рассеивание в сторону во время гонения на Христа показывает, что мир отсутствует. Потому что отсутствует единение учеников как внешний признак присутствия благодати мира Божьего. И Господь поэтому и желает ученикам, чтобы они имели мир во Христе, дабы они не были рассеяны. Как Господь будет говорить в своей гефсиманской молитве, обращаясь к Богу Отцу, «Да будут едины, как мы едины». А второе значение слова «мир», которое употребляется в этом же стихе, но это и другое слово, и другое понятие. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это другой мир, тот мир, о котором преподобный Исаак Сирин говорит как о царстве страстей. Мир как совокупность страстей и разделяющих, если так можно выразиться, идеалы греха. Кто разделяет вот это все лицемерие фарисеев, саддукеев, первосвященников и книжников, они образуют своеобразный мир как совокупность, как общение и единство друг с другом, но не в благодати, а во грехе, в желании противиться Богу. Вспомним Вавилонскую башню. Объединение людей не ради Божьего дела и не ради получения благословения, а ради вызова Богу. Вот Вавилонская башня это образ мира как совокупности страстей и людей, разделяющих эти идеалы страсти и греха. Вот такой мир победил Господь. Этот мир желал смерти Христа, этот мир желал уничтожения Христа, но Господь его побеждает. И в конечном итоге он говорит ученикам, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. это обозначает, что мир как совокупность страстей, как совокупность тех, кто ненавидит Христа, некая, если так можно выразиться, антицерковь, они всегда будут преследовать учеников, всегда будут гнать учеников Христовых, всегда будут оказывать им противление, но ученики Христовые должны в отношении с этим миром мужаться, то есть оставаться твердыми и верными Господу Иисусу Христу.